Приветствую на канале Степан Холера. Мы с вами продолжаем дальнобоить. У нас вот такой вот грузовик, который называется Freightliner. И я думаю, что мы некоторое время еще покатаемся на этом грузовике. Вот хотя есть, как известно, у нас есть собственный грузовичок. Не, ну вы слышите, да, этот звук. Просто потрясающе. Хочется сразу же в кабину залезть, иначе просто глушит. Да, есть у нас, конечно же, и Петербилд, и Кен Ворс. И у нас продолжается работа. Наша работница возит грузы и зарабатывает потихоньку. Вот, поэтому мы можем немножко так, буквально чуток расслабиться, покататься на вот таких вот заказных автомобилях, на грузах одноразовых. Вот, ну и понятное дело, я хотел бы вот этот вот груз, этот доставить по назначению без штрафов, без ничего, чтобы у нас еще больше было денег. Там 30 тысяч плюс 5, будет 35. И подсобирать, наверное, все-таки подсобирать на вот такой вот грузовик. Он мне очень нравится. И не только своей мощью, и вот этим вот звуком двигателя, но и также тем, что у нас внутри в кабине, и внешним видом, и внутренним. Короче говоря, вот все мне в нем нравится. Я, конечно же, хотел бы его приобрести. Тем более, что стоит он там каких-то, то ли 60 тысяч, что-то такое. Короче говоря, не очень дорого. Я думаю, мы насобираем где-то 1070, чтобы было там немножко у нас с вами. И приобретем этот грузовик, чтобы были деньги на выплату кредита. Кредит, как известно, у нас 400 тысяч. Помните, да? Я это прекрасно помню, потому что буквально вот сегодня, пока стоял там на остановке, пока отдыхал, буквально сегодня посмотрел те смс-ки, которые пришли из банка. Вот. И в банке там два раза говорили, вы превысили свой кредит. А, как так? Так, я не знаю, когда я там превысил, что я там превысил. 400 тысяч мы с вами взяли, купили технику и теперь своевременно выплачиваем деньги. У нас на счету все есть, минусов у нас никогда не было. Чего они там начали паниковать, мне пока что непонятно. Вот. Но вроде бы как за последний день паники от них не было, поэтому работаем. Пока работаем. И как только заработаем, сразу же приобретем, и у нас будет еще больше фирма, еще больше заработки. Но это не главное. Вот согласитесь, все-таки, да, работа на грузовике, это вот, собственно говоря, из-за чего мы здесь с вами. А не то, что там у нас будет два грузовика или три, два гаража или пять. Какая разница? Самое главное, вот оно. Вот оно, самый большой интерес, по крайней мере, для меня. Я буквально наслаждаюсь этими поездками, если можно так сказать. Так, хорошо. Мы едем с вами из Лос-Анджелеса, везем груз, это экскаватор, насколько я помню, да? И едем мы в город, который называется Илай. Я его так читаю, я думаю, что я правильно читаю. Это, помните, как книга Илая, да? Я думаю, что все смотрели. Ух ты, интересно, заправочка. Может заправиться, а? У нас маршрут, в общем-то, длинный, но нас не сюда. Нас сюда не пустят, да? Ладно, ладно, мы заправимся с вами обязательно, но немножко позже. Вот, так по поводу фильмов, да? Я буквально недавно пересматривал вот этот фильм, книга Илая. И он, в общем-то, у меня находится, ну, так скажем, в архиве. Да, я его не удаляю, посмотрел и не удаляю, как другие фильмы, где, которые, ну, буквально на один раз, возможно. Потому что, ну, во-первых, там, кажется, Дензелу в Ашилтон играет, да? Если я не путаю ничего. И, 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 и... А не помню, актрису я уже забыл, как ее, к сожалению, зовут. Мила Кунис, вот, вот, вспомнил, да. Ну, во-первых, то, что хорошие актеры хорошо играют. И, во-вторых, то, что, в общем-то, сюжет довольно-таки нетривиальный. И здесь, мне кажется, что вот в самом фильме как-то коснулись, ну, как, хорошо коснулись. Серьезно, тут, что называется, красной линией проходит по сюжету вера. Да? Вера и ее возможности. И, вот, в частности, мы с вами знаем, что Илай этот очень верил в свою миссию. И настолько вера его была глубока, что буквально от него пули отлетали. В общем-то, это мы можем легко проследить в Библии, да? Если... Ой, так, сори, извините. Вот, если вдруг где-нибудь, кто-нибудь читал или... Ну, конечно же, все знают. Вот, но, может быть, даже есть те, которые читали Библию. И знают те афоризмы, которые там... Ну, я не буду точно приводить, но смысл в том, что... Помните, да, когда Иисус говорил, если бы у вас была такая вера, как горчичное зернышко, то вы бы сказали той горе передвинься, и она бы передвинулась. Вот в этом, по-моему, что-то есть. Я никак не агитирую за религию. Религия — это вообще опиум для народа, я считаю. Вот, но в том, что вера в свои силы, она, конечно же, может любые горы, по-моему, срушить с места. Вот, ну и фильм, в общем-то, об этом. Фильм об этом, а у нас город почти такой. Так, хорошо. Мы едем у нас сегодня... Я думаю, что сейчас, по идее, скоро, да, должен быть рассвет. Ну, мы не особо там многое теряем, потому что, смотрите, да, долина какая-то там, вдали горы, перекати поле и густые. Даже это не густые, я не знаю, вот именно, наверное, перекати поле, которое еще не засохло. Вот, там я вижу какие-то самолеты, кажется, летают, да, или что-то. Опять же, снова-таки, буквально на днях смотрел фильм «Ангар-18». Это старый фильм, я его еще смотрел в глубоком детстве. Он меня тогда просто поразил. Вот, но поразил, потому что совершенно другой, другой тип, другой жанр фильмов, другие приемы-селенки, все другое. Вот, я думаю, что, ну, потому что я раньше смотрел, конечно же, советские фильмы, да. Советские фильмы, это, да, ну, так, конечно, классно, но они однотипные, откровенно говоря. Почти в каждом фильме какая-то мораль была. Если не было морали, то какое-то, то о производстве, то о каких-нибудь достижениях народного хозяйства, то еще какая-нибудь, но, откровенно говоря, я был сильно удивлен, когда увидел. Это еще тогда, когда появились вот эти вот кабельные сети, кассеты и так далее. И «Ангар-18» — это фильм о том, как разбился космический корабль, но он не совсем разбился, он приземлился. И как правительство начало его прятать от общественности, от всех. И прятать настолько хорошо, что даже те очевидцы, которые это видели, их или отсылали куда-нибудь, или просто убивали. Короче говоря, он не столько о космосе, сколько о правительстве, о политике. Ну, вот что-то такое. Но, понятное дело, когда я его смотрел, то мне больше всего нравилось то, что там космический корабль. И как его исследовали, и как там внутри у него заходили. Буквально недавно я его пересмотрел, потому что появилась такая вот возможность. Конечно же, впечатления уже совершенно не те. Это старые 80-е годы. Там все, конечно, так смотрится уже. Но, тем не менее, я почему все это начал? Да потому, что там все действие происходило вот в такой вот тоже пустыне. Вот как бы ни в штате Невада, я не могу точно сказать, где именно, но вот такой вот антураж там 100% был. Такие же горы, такие кусты, песок и так далее. Где его этот космический объект прятали, где он приземлялся. Нарубили вот этих вот кустов и заложили, чтобы не было видно, чтобы никто не узнал. Ну, короче говоря, только что я увидел, как самолет летал, как он за гору залетел и с этими красными огнями. И вот как раз сразу же вспомнился один из сюжетов этого фильма. Ангар 18. Я его не рекомендую вам смотреть, потому что, если вы раньше не видели, то, скорее всего, вы его просто... Ну, старый фильм. Старый, и это нужно быть... Это нужно его раньше было видеть, чтобы так вспомнить, поностальгировать. Но, тем не менее, вот такая вот история. Так, ладно, хорошо. Пока мы с вами рассказывали истории на полночи, у нас уже светает. Светает, это здорово. Мы в горную какую-то въезжаем сейчас с вами. Смотрите, местность. Вообще тут какая-то перевал, скорее всего, да? Такой вот получается. Вот. Но, понятное дело, это же действительно горы, и спуск был к океану. Вот сейчас мы отъезжаем от океана, переезжаем в горы, и опускаемся потом в долину, и так вот. И солнце всегда, всегда завораживает это самое солнце. Сторонно. Так, хорошо. Что там у нас по топливу? У нас еще полбака. Вот. Было бы, конечно же, недурственно эти самые полбака где-нибудь заправить по дороге. Я постараюсь не пропустить. Потому что расход топлива довольно-таки серьезный, и... Ну... Не хотелось бы опять-таки где-нибудь встать посреди дороги. Или заплатить большие деньги за то, что нас куда-нибудь оттащат на привязи. Не, ну вы только посмотрите на это, да? Ну, не знаю. Не знаю, кто там что говорит. Давайте я вот так вот даже сейчас зайду, немножко истрачу вашего и своего времени. И сделаю вот такой вот снимочек. По-моему, здорово выглядит. Смотрите. И наш грузовик, который светится, и темное такое вот небо. Вот. Ну, а вот это вот просто бомба какая-то. Что бы там кто ни говорил, мне кажется, что восходы, закаты в этой игре, особенно вот смотрите, небо сейчас, просто потрясающее. Какому-нибудь Скайриму не то что далеко, он даже рядом не стоял с этими. С этими видами, которые здесь вот как небо реализовано. Не, ну серьезно, в Скайриме, по-моему, хуже намного небо, чем здесь. Вы не согласны? По-моему, да. Так. Хорошо. Хорошая дорога. Мы с вами даже посмотрели. Вообще, мне нравятся такие вот прямые дороги, когда ты можешь раскачегариться, что называется, и ехать спокойно. Без всяких. Без всяких вопросов. Круто. Наверное, свет мы можем уже выключить, да? Включим только габариты, чтобы виднее, как там было. Вот здесь вот. Это вообще сказка. По-моему, они скриншоты, настоящая сказка. Ну, согласитесь. В общем, мне этот грузовик нравится. Да мне пока что все грузовики, на которых мы с вами здесь катались, мне все нравятся. Понятное дело, что будет еще больше, еще больше, еще лучше. И вот тот грузовик, который вышел в Кенверс В900, вот, понятное дело, что его тоже я буду приобретать, но это будет уже, к сожалению, это будет уже не скоро, или еще не скоро. В первую очередь, все-таки, Freightliner. Вот, там кто-то говорит, как-то произносит, как-то по-странному, название этого грузовика, но я, конечно же, его не проверял, но вот, судя по правилам прочтения английских слов, я все-таки прав. Freightliner, он читается, а не Freight, а не Freight, и не как-то, как-то там по-другому. Liner, там, кто-то мне писал, и так далее. Так. Давайте посмотрим. Кажется, мы уже проехали большую часть, судя по... Да? Да, смотрите. Мы проехали большую часть, правда, почему-то у нас не за счет, не знаю. Может, тут где-то я... А это что такое? Какой-то значок интересный. Наверное, здесь у нас просто стоял этот значок для... Ну, мы туда с вами заезжали, чтобы посмотреть, что там находится, засветить. и этот значок остался на сих пор. Ничего страшного, мы едем туда, куда надо. Я думаю, что мы успеваем пользоваться. Вот, единственное, что я скажу об этом грузовике, это то, что у него небольшой угол обзора. Как-то вот, мне кажется, что как-то стекло вот это, переднее, ну, узковатое, да, вот согласитесь. Кусочек буквально мира мы с вами видим только, и все. Вот, в принципе, можно вот, конечно, попробовать, где тут у нас... Так, а зеркала, это хорошо. Мы говорили о том, что мы можем поближе, да? Вот так, тогда чуток шире у нас будет. Но, опять же, чтобы... А, ну, в принципе, я могу вот так почти и вот голову опустить. вот, вот, так лучше, по-моему, лучше. Ну-ка, давайте смотреть. Да, оно-то лучше, конечно, стало, но как-то, как-то немножко кривовато. Я теперь сижу, чтобы зеркала видать, видеть, слишком близко к рулю. Вот, но зато у нас больше обзора получился. Мне это как-то не очень нравится. Давайте мы все-таки вот так отодвинемся. Вот. Вот теперь то, что доктор прописал. Едем. Так, хорошо. Прошу. Вот, когда у нас по дефолту я захожу назад в кабину, то зеркало смещается. То есть, нужно еще чуток будет отодвинуться от руля. Вот. Но это мы уже сделаем, когда у нас будет свой собственный грузовик, когда мы сможем сделать тюнинг, установить зеркала так, как нам нужно. Короче говоря, уже тогда будем что захотим, то и сделаем. Вот. Ну, а сейчас съездим на том, что есть. В принципе, я... О, кстати, там вот заправка. Что у нас там подопнуло? В принципе, еще полбака есть. Ладно, поехали. Поехали. Еще успеем мы с вами на заправку. Я думаю, что заемли. Может, сейл. Смотрите, продается какая-то вот такая вот непонятная. То ли раньше была заправка, то ли раньше была ферма. Вы бы хотели вот жить в таком месте, как только что мы видели хибара продается. Когда выходишь, смотришь только кактусы везде. Горы. И жара. Жара настоящая серьезная такая вот. Те, кто любят тепло, как там говорят, что жаркости не ломит, да? Покупать вот такие вот дома в теплых странах и жить, радоваться жизни. Никакого тебе отопления, никакого тебе утепления дома. Не нужно париться по поводу пальто, курток теплых, носков, ботинок и так далее и тому подобное. Есть в этом какой-то, по-моему, плюс. Единственный минус то, что не меняются сезоны года, к которым мы с вами так привыкли. А как же осень? А как же зима? А снег? А горки? А лед? А падение? А сломанные ноги, руки? И так далее. Да, без этого придется обойтись. О, смотрите, какой лимузин крутой. Что там у нас красный? я довольно-таки далеко ну, ну, вот, ты поворачиваешь, вот, я же тут цеплю сейчас трактором. Довольно-таки далеко стал от линии, потому что, ну, вы видели, да, стал, наверное, метров за пять. О, кстати, давайте заедем, а? Давайте заедем, потому что здесь заезд хороший. Вот, и нам в эту сторону ехать, и вообще платят хозяин. Пока выйдем, разомнемся немножко, посмотрим, все-таки полночи ехали, полдня ехали, ну, не полдня, 9 часов, но тем не менее. Так, хорошо. влезаем, поехали. Вот, хозяин заплатил, помните, да, я как-то спрашивал по поводу того, что, ну, мне говорили в комментариях, что вроде бы как все грузовики должны быть заправлены под завязку на тот маршрут, как я поеду. на тот маршрут, по которому мы с вами едем. Вот, но оказалось, что это, мягко говоря, не так. Грузовик заправлен, не полный бак, кажется, здесь даже был, а может быть, был полный бак, но у нас-то расход довольно-таки большой, и расстояние тоже не маленький, поэтому заправить физически его никак хозяину не удается, разве что какой-нибудь апгрейд сделать, крутой, но кто же будет делать апгрейд? Так, поедем, вот, начинаем, разбегаем, да, разбегаем. Вот поэтому приходится следить за топливом, следить и заезжать. Your plane will be pain, или что такое? Ты играешь, а мы платим. Это что еще? Что за интересные такие как это? Поедем. То есть, это относится, наверное, к игре? Конечно. За что же там платят? Я заплатил. для того, чтобы поиграть. Я играю, я и заплатил. Так что, тут этот такой билборд, тот, который был немножко, он там, по-моему, не прав. Разве что относится к игровому миру, к чему-то такому, к чему-то американскому. Чего мы к сожалению с вами не знаем. Полиция. Кстати, да, вот после того, как обновили игру и немножко уменьшили ситуацию, когда у нас могут быть штрафы, когда наштрафовали, как-то теперь стало немножко так полегче ездить, свободнее дышаться. Ну, где-то ты там на пять миль быстрее проехал. Ну, ничего страшного, никто тебя не оштрафует. Помним, да, когда только вышла игра, для меня это было таким вот потрясением, не потрясением, но было так немножко неприятно, что буквально за какой-то там шаг вправо, шаг влево тысячу долларов штрафа и даже там в минус мы с вами уходили. Полторы тысячи было, когда я нанимался работать на грузовик. И привез груз и у меня в минус тысячу. А? Думаешь, зачем я это все делаю? Зачем мне эта работа такая? Вот. Но действительно немножко пофиксили. Может быть это и не совсем правильно. Все-таки когда правила есть, их нужно соблюдать. И я вот я теперь вижу, я поборник больших штрафов. То есть штрафы должны быть такие, чтобы не хотелось нарушать. Вот. И то, что у нас штрафы такие себе, чисто отмазка. Проехал на красный свет заплатил там не знаю, 10 долларов, да? Но это фигня. Это фигня по сравнению с тем, что ты можешь вот таким вот несоблюдением правил, что ты можешь каким последствиям ты можешь привести. Поэтому я считаю, что штрафы должны быть серьезные, очень серьезные. Ну, вплоть там до тысячи долларов. Проехал на красный свет, заплати тысячу баксов. у тебя у тебя там какой-то старый москвич, на котором ты ездишь за 300 долларов. Отдай москвич и продай еще что-нибудь, чтобы расплатиться за штраф. Вот. Тогда те, кто ездят на старых москвичах, они не будут на них ездить. А те, кто нарушали правила, 10 раз подумают, а нужно ли ехать на красный? Может, все-таки постоять 5 минут или сколько там, 30 секунд, сколько там красный горит? Вот тогда только таким образом будут, по-моему, соблюдаться правила. И это не только касается дорожного движения, это везде. Все. Вот. Но с другой стороны также должны быть и справедливость какая-то должна быть со стороны полиции. То есть не должно быть каких-то наездов, да, не должно быть как это? Коррупции. Всяточничества. Вот такого тоже не должно быть. Потому что мы платим большие штрафы, мы платим налоги. Какого, что называется? Так, еще было, это нам что-то перенесли, денежка какая-то, капнула. А я уже газ бросил. Как раз за штрафы заговорили. И тут такие, это, такой звук, как вроде бы с нас снимают денежку. Я уже подумал, может, я что нарушил? Да нет. Нормально, даже меньше еду, чем предполагается. 70 миль, а мы с вами едва плетемся, 55 миль. Так, еще прямая дорога, давайте мы еще посмотрим, произдеваемся. На стополе. на стополе. Так, смотрится здорово. Дорога хорошая. Кстати, как раз спрашивали по поводу дорог. А есть ли здесь плохие дороги? Я пока что, ну, в общем-то, много мы уже с вами проехали дорог, и пока что плохих дорог я не видал. Может быть, какие-то есть старые, раздолбанные, но разве что, помните, та дорога, которая шла там по полям. Вот, но она была просто грунтовая. Вот, тоже вроде бы как трещины на дороге, да, но это никак не сказывается на самой поездке. Наверное, вот только грунтовые дороги здесь могут быть плохими. Но скоро же добавят еще один штат, поэтому могут быть и дороги. Да, скорее всего, так оно и будет, потому что мы знаем, что эта игра это правонастетница Евротрак симулятора. Вот, в Евротрак симуляторе есть разные дороги, и в частности, конечно же, и плохие тоже есть. Поэтому почему бы им здесь и не быть потом, немножко попозже. Так, а ну, кто там что-то у нас и не видать сразу. Это прямо этот проезжает и потом там будет так, что там будет хорошо. Хорошо. Проехали, у нас уже видать пункт назначения. Буквально так вот за разговорами, затем за всем, пока смотрели по сторонам, наблюдали кактусы, перекати поля и так далее, мы уже почти приехали с вами. И таким образом заработаем еще 5000. Здорово, быстро, весело, по-моему. Да нормально, нормально. вот, и я думаю, что я сейчас пересяду все-таки на свой грузовичок. Денег мы больше зарабатываем на нем все же, да, раза в полтора, в два. И таким образом за 2-3 рейса мы заработаем эти 65 тысяч, которые нужны для покупки фрейтлайнера. И я его приобрету и тогда уж накатаемся. Накатаемся, что называется, в сласть. Единственное, что хотелось бы, конечно же, еще немножко прокатиться, может быть, я на грузовичок на собственный пересяду. А, кстати, вот оно, смотрите. Вот, я на свой собственный грузовичок пересяду немножко позже. Это оно или нет? Или что-то пускай, нет, нет, что-то он дальше. Что-то дальше, пускай проезжают, ничего страшного. На Кенварсе V900, тот, который новенький вышел. Вот, с новой большой кабиной я бы хотел. Там, наверное, красный, да? И у меня есть все шансы сейчас заработать страйк. А, ну, ладно, я уже поеду. так, а тут для того, чтобы его установить, поставить на место, тут нужно, в общем-то, не кисло постараться, по-моему, нужно будет развернуться. вот поэтому я просто пропущу парковку. Итого мы получаем 10 тысяч. Да ладно. 10 тысяч? Нифига себе, а я думал 5. Неплохо. Мы неплохо с вами поработали. Круто. А если бы на своем все 15 бы, наверное, заработали. Ну, и вот он, наш грузовик. Вот, я хочу, да, 35 у нас теперь тысяч, смотрите. Я хочу посмотреть по рынок, на рынок труда и на одноразовое задание. И также я хотел бы проехаться на Кенварсе этом на большом. А так, единственное, что из города, из города А, а вот он, вот он есть, все в порядке. Что у нас отсюда? У нас есть отсюда, но это немножко не тут, да? Т-600, фрейдлайнер еще один. Так, а что-нибудь, ну, например, вот где-нибудь отсюда. 579, еще один. Смотрите, это уже какая-то улучшенная версия, по-моему, да? Смотрите, какой красавец. Вот, Kenworth V900 Studio Slipper. Вот что я хотел. Studio Slipper я хотел попробовать. Мы с вами ездили на обыкновенной кабине. Вот, Kenworth T800 AeroCap. Тоже здорово, смотрите, смотрится, да? Офигенный. Вот, офигенен. Но все-таки хотелось бы вот этот попробовать. Давайте мы его возьмем и проедемся, в общем-то, правильно, вот по-новому городу мы проедем с вами. Или рядом. Будем вести вентиляционная шахта. 5 180. Давайте, давайте брать. Так, смотрим, что у нас есть. Как он выглядит. Вот он как выглядит. Серьезный грузовик, ничего не скажешь. и груз вот такой вот, вентиляционная шахта, да? Ну, это, скорее всего, как вентиляция, труба, что-то, что-то типа этого. Посмотрим внутри. Тоже есть кровать, есть окна, но здесь небольшая такая вот кабинка. Я видел, что есть значительно больше кабины, где мы можем и телевизор смотреть, и столик там стоит, и два, две кровати. В общем-то, действительно, настоящий дом на колесах. Но это тоже неплохо, согласитесь. не нужны мотели. Вот сюда перелез и отдыхаешь себе. Здорово. Вот, ну и понятное дело, что внутри тоже все круто. Поехали. Так, сразу же ставим скорость, да? И смотрим на это все. на это все. Крутой, согласитесь, крутой грузовик Мне нравится Так, ну что же, друзья, у нас будет, я думаю, что не очень трудная поездка На новеньком грузовичке Мы это сделаем с вами в следующей части И потом уже будем пересаживаться на собственные грузовики Я думаю, что недолго нам осталось ждать покупки еще одного нашего И таким образом развитие фирмы Вот, встретимся в следующей части Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok